Привет, с вами Скай, и сегодня у нас второй выпуск про МАКС-2017. Он не будет таким безумно длинным, как предыдущее видео, и рассказывать я буду не про экспозицию для посетителей, а про авиасалон, как площадку для деловой деятельности, которую большинство людей, конечно, не видят. Итак, итоги бизнес-части МАКС-2017. Деловой этап авиасалона начался еще в понедельник, 17 июля, и длился до четверга, 20 июля. Участниками стали около 880 организаций из 36 стран, что оказалось показателем лучшим, чем в довольно унылом 2015 году, когда эта цифра едва подползла к отметке в 700 организаций. Одной из незамеченных, но довольно важных новаций этого авиасалона стало внедрение формата матчмейкинг. Это формат камерных встреч, в которых участвуют только представители контрагентов. Такой формат является стандартной схемой общения деловых гостей большинства авиасалонов, которые являются в первую очередь бизнес-площадками. МАКС в этом плане был немного другим, представляя собой скорее выставку достижения авиации, чем местом проведения переговоров. Именно поэтому МАКС, в сравнении с тем же Лебюрже, посещают намного меньше деловых представителей отрасли с одной стороны и намного больше обычных посетителей с другой. На этот раз деловая часть значительно выросла. Было проведено около 150 конференций, состоялось более полутора тысяч встреч, на которых в общей сложности было заключено договоренности почти на 600 миллиардов рублей. Ну а о деньгах попозже. На Земле в общей сложности было 116 летательных аппаратов разных типов и классов. Еще 90 успели на МАКСе полетать. Хозяевами неба над Раменским, конечно, были российские боевые самолеты и главные пилотажные группы. Стрижи, русские витязи, группа Русь и так далее. Побеспределил, конечно, и главный будущий истребитель ПАК-ФА Т-50 под управлением Сергея Богдана, испытателя и главы летной службы Сухого. Главными иностранными гостями на этот раз были арабские рыцари Альфурсан из Объединенных Арабских Эмиратов, на итальянских Аермаки МБ-339, а также латвийская пилотажная группа Baltic Bis на старых добрых Альбатросах Л-39. Вообще, я уже говорил, иностранных самолетов на авиасалоне было очень мало. Несколько бизнес-джетов, несколько вертолетов и авантия. Прилетал еще красавица Airbus А-350, но к началу массового посещения он уже покинул авиасалон. Это, конечно, не критично, но заморской экзотики все-таки не хватало. Ну а теперь про деньги. В общей сложности на Макс-2017 нас заключали контрактов и соглашений разных типов примерно на 600 миллиардов рублей. Из этой горы денег 394 миллиарда приходится на договоренности о поставках воздушных судов. Разнообразные соглашения о сотрудничестве накрутили 171 миллиард рублей, а договоренности о поставках другой продукции, смежной к авиации, набрали около 36 миллиардов. Цифры, в общем-то, довольно неплохие, хотя они, конечно, выглядят очень скромно в сравнении с теми дикими суммами, которые я озвучивал в видео об итогах Леберже. Но надо иметь в виду, что Леберже все-таки на данный момент самая крупная в мире авиационная площадка. Так что, скажем так, есть куда расти. Еще одной особенностью Макс было постоянное ощущение какой-то изолированности. Подавляющая часть контрактов заключалась между российскими контрагентами. А учитывая, что многие организации либо полностью государственные, либо имеют государственное участие, можно прийти к выводу, что поставляем технику сами себе. Это, конечно, неплохо, но хотелось бы видеть выход на глобальные рынки. Об экспортных поставках сказать можно немного, и в большинстве этих историй будет присутствовать название Китай. Но давайте посмотрим поподробнее, кто о чем и с кем договорился. Самый большой заказ получил перспективный турбовинтовой самолет Ил-114-300. 50 самолетов для государственной транспортно-лизинговой компании ГТЛК. Сразу скажу, что это пока соглашение о намерениях. Твердый контракт планируют заключить ближе к концу года, и это будет первый заказ на Ил-114 новой генерации, который сейчас разрабатывают ильюшинцы. Своего часа дождался МС-21. Ильюшин Финанс заключил договоренности в общей сложности на 46 самолетов. Это, конечно, всего. Твердые контракты, соглашения о намерениях и опционы. Из этой цифры 16 самолетов хочет Red Wings. Она будет получать самолеты в период с 2019 по 2022 годы. 15 самолетов до 2024 года планируют получить Vimavia. Ну и еще 6 самолетов планируют получить саратовские авиалинии. Авиакомпания Alrosa заключила рамочное соглашение с ИФК на три борта с опционом «Еще на три». Ну и «Ангара» также ориентируется на три самолета к 2023 году. Суперджет продолжает захватывать аэрофлот. Главный российский перевозчик получит еще 20 самолетов и доведет свой флот до 50 единиц. Комплектации стандартные – 12 мест в бизнес-классе и 75 мест в экономе. Помимо этого, новообразованная авиакомпания Azimut, которая на авиасалоне торжественно приняла один суперджет, заключила контракт на четыре новых лайнера. В общей сложности через несколько лет у них будет больше 10 самолетов этого типа. Базирующаяся в Ростове, эта авиакомпания планирует стать базовым перевозчиком городского аэропорта Платов. Вертолеты России также на авиасалоне попродавали. ГТЛК заказала 12 вертолетов Ми-8 АМТ, 6 Ми-171 и 12 АНСАТОВ. Два медицинских АНСАТО заказали русские вертолетные системы. Еще отечественные вертолеты продолжают неплохо идти на восток. Китайский холдинг United Helicopters заказал 4 вертолета Ми-8 АМТ, 2 пожарных К-32 Ф-11 ВС и 7 медицинских АНСАТОВ. Вообще радует неплохое развитие АНСАТО. С легкими вертолетами у нас всегда было туговато. Еще можно порадоваться или понадеяться за Ми-38. Минобороны уже в следующем году планируют получить первый серийный борт. Наконец-то. Вертолет перспективный и то, что он превратился долгостроить совсем не радует. Вот так и прошла крупнейшая авиационная выставка России. А я пока возвращаюсь к старому доброму формату энциклопедии. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А пока что, как всегда, быстрых вам полетов и мягких посадок! Субтитры создавал DimaTorzok